Итак, всем привет, с вами ДопГ, мы продолжим играть в Кайзершизу и под руководством Николая Второго мы продолжаем мстить всем нашим убитчикам. Если вы тут впервые, обязательно подписывайтесь, а мы продолжаем гнобить Антанту, которая решила, что им по плечу с нами справиться. Поехали! А еще я заметил, что у Турции нет винтовок. Я как это заметил, ребята, смотрите, у меня войска здесь вот, отказались стратегически передислоцироваться. А такое бывает вот в таком случае. Цель сопротивления 100 сил, сопротивление 77. Там не хватает, в принципе, стоит местная полиция, и там не хватает винтовок, чтобы как-то подавлять это все. Значит, конечно же, нам надо будет им помочь, давайте-ка отправим им, ну так, тысяч пять. Вот так вот, тысяч пять винтовочек, я думаю, пригодятся. Теперь мы можем начать приватизацию железных дорог. Давайте-ка так и сделаем. Вот оно. Пошло голосование, выборы-выборы, кандидаты. Кстати, насчет кандидатов. У нас, да, мы имеем абсолютное большинство, неоспоримое просто, 90%. Это, конечно, прекрасно. И давайте уж, наверное, сделаем что-то здесь. Взял, наверное, про союзов без социалистов, потому что здесь у нас слишком большие дебафы. Здесь они хотя бы не такие большие. И мы таким образом можем выйти в уроке демократии. Если мы выбрали бы запретить про союз, мы бы ни сюда, ни сюда не смогли пойти. А тут у нас такой, как бы, микровыбор. Ну, выбор без выбора, конечно же. Что у нас тут? Насложение демократии, либо какая-то социальная защита. Чударство, так сказать. И добиваем мы французов здесь вот на севере Африки. Шикарно. Останется совсем чуть-чуть. Наверное, дойдем вот до сюда. Примерно до Дакара. И они капнут. Я поделял армию и вот сюда их поставил, чтобы нас внезапно, то зои маневры мне окружили. Узнаем мы этих ботов. А, более того, я захватил вот эту пробку последнюю. И Франция капнула. Прекрасно для нас, не так прекрасно для Антанты. И мы еще успеем немножко флоту у них украсть. Ну, так чисто, как вы помните, на всякий случай, нас, конечно, наш флот будет в основном пользоваться. Но чисто, на всякий случай, пускай вот этот флот тоже у нас будет. И насчет вот этого флота. Можно начать тренировать здесь авиацию. Я думаю, почему бы нет. Вот, и да, господи, как же он хорош будет. И сразу, получается, здесь вот все разоккупировалось. И стал только вот здесь вот их подобивать. Сиди раз РАДжей, все в порядке там. В общем-то, мы почти, что можно сказать, закончили. Можем реально начинать, я думаю, с рейкспактом войну. После того, как вот здесь вот зачистим до конца. Я решил до конца поменять все танки на средние. С теми, с легкими, да, у нас их очень много теперь имеется. И я бы исследовал новые тиры легких. Скорее всего, последних. Сделал бы какой-нибудь хороший легкий танк для нашей танковой дивизии. Но пока есть исследования по приоритетнее. Наверное, вот это можно только перебросить сюда. Остальное нам как бы нужно. И очень важно нам доисследовать синтетику и достроить ее. Потому что покупать резину мы не можем. Если у нас внезапно появились какие-то микро торговые пути, вот Амазония. Почему-то с Амазония у нас все в порядке. Есть шанс, что это из-за того, что она появилась после того, как мы сделали законный сад. Прекрасный. Поэтому на них не ложился дебаф. Но это не точно. Готовы у нас профсоюзы без социалистов. И теперь поехали. Уроки демократии. В России, наконец-таки, будет настоящая демократия. Отлично. После чего... А, перстиновые русские катера. Окей, здесь есть вариант, типа... Это три выбора. На самом деле, просто они немножко не так. Это типа... Если вы не сможете ни вот это, то вы можете пойти сюда. Но нет, у нас тут демократия. Итак, здесь мы разобрались с вот этими ребятами. Только с вот этими еще разобраться. И, в принципе, можно будет эту армию вести уже в Болгаре. Ну, а еще Румыния решила напасть на Австрию вместе с Италией и Албанией. Очень странный конфликт. Но, допустим. И потихоньку-потихоньку наши проблемы с резиной решаются. Не без участия Амазонии. Но, в целом, конечно же, мы сейчас очень жестко настроим наши синтетики. И очень еще жестко она устанется, когда мы исследование завершим. Так что, да, жестко. Прокушим сейчас еще здесь. И все войска после этого поедут в Европу. Пока что я все-таки хочу завоевать. Тут и потом уже думать об этом. А тут все окей. Здесь мы все... Здесь еще была дивизия, мы с ней разобрались. Почти готово. Наслаждение демократии. Долерантная империя у нас имеется. Отлично. В наличии думы идеологической росты партий позволяет выслушать разными именем, на те компромиссы, хотя и не всегда. Отлично. Хорошо. У нас... Да. У нас множество партий. Компромисс. У нас точно нет абсолютного большинства какой-то одной партии, которая диктовала бы всем твои идеи. Это отлично. По второй срок ВНС православный протекционизм дает нам еще больше бафов. Что это такое? 6. Какая-то нереальная имба происходит. Сенат проголосовал за законопроект. Это было по... Это было по железным дорогам. И что с ними? Что дали железной дороге? Пока что ничего. Прошло. И все еще ничего. Ладно. Что-то, непонятно что, будет смена идея. Это что будет у нас экономическая идея, что ли? Не знаю. Скоро узнаем. Вылет очень солидными бафами. У нас вообще сейчас ТНП станет уже отрицательным. У нас люди не потребляют продукты, а наоборот дают его государству. Прекрасный народ. И вот оно. Это протекционизм. А, окей, это баф именно протекционизм. Апнулся. Да, у нас теперь минус 4 ТНП. Прекрасная экономика у нас. Еще объем производства. Эмбарго. Сильная валюта. Ну что ж, давайте вот сюда. Русские рабочие либо промышленности нужны. Интересно, давайте поедем вот сюда и посмотрим, что это нам даст. Потому что такая везде одинаковая баф. Но это, как полагаю, из-за того, что у нас вот этого еще нет. Плюс объем, плюс скорость строительства заводов и фабрик. Прекрасно. А вот у нас уже 73 нашей резины. Как я говорил, мы вполне себе сможем выйти из ситуации, где у нас негде брать резину. И наоборот отдавать резину всем остальным импортозамещения во всей красе, конечно же. Но мы еще делаем 75 бронетранспортеров в день. Это прекрасно. Я думаю, стоит уже немножко поменять пехоту на механизированную. Потому что у нас на самом деле не хватает машины именно брать транспортеров. Так у нас уже более чем достаточно. Прекрасно. Наши дивизии танковые растут просто на глазах. Вот видите, у нас все еще тысячи не хватает машинок. Давайте сократим производство, потому что, объективно говоря, когда мы поменяем всю нашу пехоту в танках на механизированную, там, в принципе, даже уже и не нужны будут машины. Почти не для чего. Забиваем здесь последний очаг. После чего нигде в тузах у нас не будет ничего опасного. Кроме вот еще вот этого кусочка, который мы тоже сейчас запьем. Он, конечно, в гору атакует, не сильно весело, но успешно. Я вспомнил, что нам было бы очень круто огнеметные танки поставить еще сюда. Давайте их создадим, я думаю. И вот еще один тех резины, и у нас, да, 100 собственной резины. Как я и говорил, нет никаких проблем выращивать резину в России, если сильно захотеть. Итак, есть военная машина, и мы, смотрите-ка. Если у нас есть неприметная русификация, то мы только это можем взять, а если нет, тогда вот сюда. Забавно, что здесь минус 5, а здесь... Любые мужчины? А? Звучит вообще странно, но допустим. Российский фермер, плюс 75 населения, господи. Поехали. Это меняем, наверное, артиллерию. Тут все-таки, карсисода чуть-чуть побольше прорыва, там 9-4. Хотя, эффективно говоря, обычная артиллерия чуть интереснее. И, наверное, так оно и будет, да. Если посмотреть, только, наверное, самые-самые последние грейды, то тут как будто вот здесь чуть-чуть посильнее, но это без... Ну да, ладно, давайте, да. Реактивность все-таки, наверное, на дистанции, потом под конец будет чуть-чуть сильнее. Созаменим обычную артиллерию огнеметными танками, потому что они, очевидно, очень сильны. Созданная социальная Московско-Казанская железнодороги. А? Плюс припасы, плюс скорость подстройки инфраструктуры. Звучит прикольно. И вот такое чудо мы, наверное, будем делать легкими танками. Как я и говорил, мы делаем все самое дорогое. Попытываемся максимум в подход на танку, поэтому автоматическое орудие, а не малую пушку. И да, я хочу сделать 10 км в час скорость у своих танковых дивизий. Поэтому мы сейчас все будем стараться под 10 км в час и адаптировать. Итак, промышленности нужны мужчине. Гачи мужчины поехали на заводы. Мы продолжаем нашу Столыпинскую реформу и получаем плюс 75. Межмышленное усиление. Господи, какая жесть. Ну что я могу сказать? Наши армии готовы. Можем начинать. Без какого-то всяких кнопок интересных. Закрушить Рейхспакт. Поехали. Пора нам вмешаться в Вильткрик. И пора нам наказать Германию за то, что они заставили нас подписать до этого. Реконструкция некогда белого. Ке когда? Кеф. Белого Кремля. Отремонтируем. Не должны вмешиваться. Да, давайте отремонтируем. Почему бы и нет. Итак, прирост населения есть. Господи. 15 тысяч с половиной призывников мы каждый месяц получаем. Да, у нас, конечно, 5% вот этих вот. Расширенный призыв. Но все равно. Но даже с ним это очень много. Поехали в ситуацию. Здесь плюс ресурсы и плюс макс. Макс эффективность. Что-то еще получим. Господи. Что же у нас тут будет? Это жесть. Единственное, я бы хотел достроить Гранд Армаду до того, как... Ну и подобычить до начала войны. Но уже прям до конца не успеем. И авиацию я переназначаю на наших генералов. Пускай они и занимают. На самом деле, я бы не сильно хотел наступать сразу же. В Болгарии да. Но, как я и говорил, если вы помните. В Болгарию капаем. Вот и переводим танки сюда. И уже здесь наступаем. Плюс, когда строить радиостанции. Плюс, я хочу сделать фельдмаршалами нормальные здесь фронты. А то пока что очень не очень. Все. Потому что каждая страна это отдельная страна. Из этого нельзя делать единый фронт. Потому что они всего лишь в Альянсе, а не барионетки. Россия начала марш на запад. Господи, спаси Россию, прийти ей мир. Да. Так тут все пропускается. Фельдмарк в Германии проходит. Все говорят еще. Плюс промка нам. Опять-таки приятно. Вот у нас сейчас пускай восстановит немножко организацию. Потому что он тренировался. И заодно достроим мы последний наш линейный крейсер. Наш лот теперь супер боеспособен. Болгария капитулирует. Я к Сибири даже не успел обратить внимание. И в этот же момент Австрия вступает в Вельдкрик. Как не кстати. Как не кстати. Ладно. Вориентироваться этого. И Марокко, кстати говоря, тоже в рейхспакте. А вот про него я забыл, честно говоря. И про то, что в Африке тоже здесь огромный фронт. Что я могу сказать. Делаем резервы, которые надо плодевать еще в мире. Но и так сойдет. Это означает, что танковую вот эту армию отсюда убрать вряд ли получится. Я очень хочу, чтобы этот черт получил 6 левел. Получил плюс 1 слот. И я ему дал бы эксперта по делегированию. Но пока такого, к сожалению, нельзя. И ребята, посмотрите, пожалуйста, на эти статы. Господи. Помилую тех, кто против нас воюет. Плазовая 660. И немножко умножается. И да. Немножко больно австрийцам. Ну, нам приятно. А кстати говоря, если я не буду призывать марионеток в питу. Мне и не надо будет про Африку думать. Получается, я гений и всех переиграл. Просто не призвав всех марионеток. Отлично. Так и оставим ситуацию. Единственное, давайте в Финляндии. Да, начнем уже наступление. Это точно. Одно возьмем нашему генерала. Я думаю, мастера штурма. Скорее всего, буду где-то укрепление. Да, я их уже вижу. И освободим эту армию. Отправим ее на Балканы. Здесь они будут прикрывать оттатки пушить. И я думаю, наш флот уже достаточно. У нас появилась здесь организация. Но нам нужно, видите, у нас 30 всего прикрытия. Нам нужно чуть-чуть побольше. Так что нужно достроить еще там боесминцев. Но вообще, вообще, можем уже попробовать выйти на рейд. Посмотреть. И у нас вообще шансы, скорее всего, прекрасные. И мы нашли просто одинокий авианосец Германии. Не знаю, он пытался сдаться, может быть, или что. И еще два авианосца. Как-то у них очень странно флот поделен у немцев. Есть подозрение, что не так надо воевать. Тем не менее, нам-то что? Мы-то не против. И благодаря нашим легким крейсерам мы находим буквально все, что угодно. Буквально моментально. То есть, вот у нас сейчас охота на конвои стоит. Сколько здесь появится хотя бы какой-то конвой, мы его сразу же найдем. То есть, вот буквально на секундочку, я вот не успел, потому что я появился конвой. Сразу же мы его нашли. Но вообще, нам, конечно, надо патрулировать и разбивать их в флот. Самое главное, качать таким образом наши корабли и нашего адмирала. А у нас еще новые кнопочки на фабрике. Про товарищи. И Финляндия капает, наконец-таки освобождая для нас все эти наши войска. Отправим мы их теперь в Балканы. А танки переведем обратно в Европу. Ой, мы нашли еще один авианосец. Германия как-то очень странно распоряжается своей авиацией, своим флотом. Ну ладно. Хотя поищем, может быть, кто-то здесь. Потому что как-то что-то хочется повоевать, как говорится. Суеты навести охоту, а что-то суеты пока нету. Конечно, мы можем просто порейдить флот. Потому что, очевидно, здесь должно быть много кораблей. Да, видит, как вы можете видеть. Входим мы их реально моментально. Только сюда что-то приходит. Вот. Находим, инставзрываем. Отлично. Продолжаем импортное эмбарго. И у нас теперь патила рубля. Отлично. А мы ставили вот так вот рейды под лодками. Параллельно еще патрулируем. Будем, в общем-то, начинать душить максимально на море Германию. Да, здесь периодически какой-то флот появляется. Вот мы начали находить его, но здесь потеряли. Не дают нам генеральное морское сражение устроить. А жаль. А вот что-то выдвинулось, и что-то сейчас будет удалено. Просто эффективность у нас еще, конечно, ноль, к сожалению. А вот днем 110. То есть мы в теории могли бы даже еще дополнительных сюда каких-то самолетов закинуть. То есть перегрузить наши авианосы. Но я думаю, будем позуально так вот делать. Так, приходка сюда доехала. Танки можно отсюда вывезти. Я бы их поставил, наверное, куда-то вот сюда. И просто пушил вот в эту сторону. Так же сделал бы здесь немножко приказы. Именно у нас здесь есть пехотных стиралов. Можем сделать мы вот так. У нас пытаются на перетяжках контратаковать, и у них, скорее всего, это где-то получится. Хотя в среднем нихрена не получается. Прекрасно. О, осталось совсем пыль тут. Блин. 900%. Давай десяточку набираешь, уберем эксперта по телегированию и кайфуем. Ой, мы нашли еще большую часть немецкого флота. Я бы сказал солидную. И черт возьми. Флот решил поехать отдельно. Запомните, так делать не стоит флотам, которые нормальные, так сказать, и нормально собираются воевать. Потому что они разъедутся, потом теории могут поперехватывать по одному, по нескольку кораблей, когда они едут чиниться. Мы можем начинать вступление нашими танками. Тут, в принципе, без шансов будет. И пехота будет просто удерживать позиции в этот момент. Флот мы немножко разделили, сейчас починится и тоже вернется в бой. Как бы да, с флотом у нас все шикарно. Ну так, традиционные... Ладно, это будет решение традиционной ценности сейчас будет. А там Албания. Традиционные ценности сейчас Албания. Это истина, конечно. И возвращаем себе полностью Крым. Наши танки, конечно, не оставляют никому шансов. Прекрасно. И просто прорываемся без особых каких-то усилий. И я думаю, пора нажимать вот эту тоже галочку. Можем мы полномасштабное наступление уже вести. Потеря я думаю, что все шикарно. У нас 23 тысячи не от нас пока 40. Тут на самом деле они будут достаточно разбросы. Здесь допустим 340 тысяч. Здесь 40. Здесь вообще 10. Так что да, сложно будет подсчитать, но по ощущениям супер большие у нас цифры. Нанесенных потерь и опять сломался фронт, что мне абсолютно не нравится. сделаем вот так наверное этому всему и данного а тут есть Польша, которая взяла и насрала всем. 4 Польша еще и в третьем интернационале состоит. Ладно, не постесняемся, давайте как-то вот так попробовать сделать. Посмотрим, должно выйти вроде все еще нормально. Плот завершает свою починку и вновь выходит на рейд в этот раз еще с большим количеством легких крейсеров и эсминцев значит у нас теперь еще и Единая Россия уберем значит у нас еще больше теперь будет прикрытие проблем вообще должно быть а еще намного больше должно стать торпед делаем себе новые бронетранспортеры на самом деле минус стоимость бронетранспортеров супер важный грейд он супер сильный а вот и Беларусь тоже пала патика тоже и займемся и надо будет фронт переделать потому что вроде с Польшей все ходим мы уже на территорию Германии вроде как себе домой как будто Балтика тоже падает британский союз как-то высадилась во внутреннем море Германии ладно могли они как-то в Балтике получить превосходство на море ладно но это супер странно мы закончили наши все политические фокусы есть еще немножко вот этих военных давайте что у нас есть добыча ресурсов давайте подобываем еще ресурсы господи сколько у нас ресурсов и сколько у нас бафов на эффективность добычи ресурсов это просто с ума сойти можно 150 дивизий стоит одну пробку держит пиздец а вот мы теперь на поделегирование можем качать отлично и можно наступать потихоньку вот здесь вот тоже мы можем предложить Германию к капитуляции смотрите к российские требования можем предложить мне нравится скриптовые миры я поэтому сохранюсь посмотрю что там даст если там не вернут все наши территории как говорится то смысла то в этом то и нету и надо к себе повайпать армии побольше но если мы сможем получить все а может даже побольше тогда почему бы нет я бы настаивал кажется что на самых жестких условиях и аннексию восточной пруссии вот так да если они согласятся то так и быть я в принципе согласен на мир мы власти у нас государь демократию вел и все как обычно масса за родину происходит если вдруг они откажутся то германия будет ждать очень плохой конец и сколько здесь изи нам почему-то рисуют красное какое-то время но нет все здесь конечно верненько насчет забавная ситуация одна дивизия против 15 победит правильно конечно же наша дивизия вот им уже даже еще и немножко помогли тем не менее да штанг настолько сильны одно окружение так как немцы не спешат подписывать мирный договор но это окружение конечно же ликвидируем а вот еще кнопочки на разведку ресурса давайте все их и нажмем почему бы нет слушайте мы уже под Берлином немцы я думаю пора это пора понимать в какой ситуации вы находитесь и задаваться тут дристага оборона вам вряд ли поможет есть исторические примеры федерации рожей это наши кстати ребята и без нашей помощи они победили у нас с ними отличные отношения падение Берлина дни страны Германии сочетаны это факт они не капнули бы до капитуляции потому что могут и падение Будапешта сейчас Венгрии тоже мы расправимся можем ли мы Австрию пока капитуляция патанцевский договор ратифицирован Германия существует либо Германия капитулировала ага проще мы пока что не можем с Германией договоримся капитуляции окей сейчас мы с вами тут ребята со всеми разберемся я вам отвечаю респакт сейчас пойдет уже Германия все еще не спешит сдаваться введение Праги уже Россия конкордирует почти всю Европу о я кстати вижу немецкий флот нам нужно пойти его перехватывать и тут потонул оровежский флот нам плевать а вот возможность перехватить немецкий флот на отступление это святое дело тут еще это вообще от кораблей но их мы не успели словить только всякую мелочь ладно с ним не повезло но вот сюда мы еще может и успеем что-то сделать и они отказались или что не знаю российские требования примите их тут же я знаю что есть криптовые миры и очевидно пора уже принимать такие миры возьми выбить их вот в порт и словить плод который обрянутся пионы все восточной пруссии мы хотим немцы у вас нету шансов давайте прекрасные условия лучшие условия не будет германия согласна через 30 дней будет ратифицирован мир вопрос других восточно-вербитских территорий нам нужен каждый дюйм бывших химберских земель да вы ребята уже не в том положении чтобы как-то о чем-то с нами спорить выбрав сенат временное перемирие бонус атаки я понял чтобы их не душили австрию разговоров не было хотя я бы с ними тоже хотел замириться давайте подождем мы сможем это сделать после мира в Германии давайте тогда остановим немножко фронт идем на какие-то позиции допустим вот это все мы ликвидируем и замеримся сделаем и давайте все это следующей серии как и наверное нам надо будет идти и ликвидировать угрозы интернационала потому что Германия сама с этим не справится нам нужно будет им помочь обязательно ставьте лайк комментарий не забывайте против искорд и до скорых встреч пока